Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. И звучит он, ваш вопрос. Таким образом, никак не могу понять, что происходит. Муж, гражданский брак, жили два с половиной года. За это время уходил много раз, но возвращался, подавал даже в суд. У нас маленький ребёнок спустя 8 месяцев начали нормально общаться, и он каждый день приходит ночевать, но без вещей и так постоянно на работе. Спрашивать ничего не хочу, но и что делать дальше не знаю. Отношения стали более тёплыми. В первую очередь, здесь стоит обратить внимание на следующее. Вы не хотите ничего спрашивать, но понять, что происходит, не можете. Единственным и самым, наверное, естественным способом понять, что происходит, как раз таки, является вопрос, является обсуждение. Вот. Только вопрос нужно задать умело, правильно. Этого может научить психолог. Следующий момент, на который хочется обратить ваше внимание, это то, что вы называете человека мужем. Хотя он не муж, а сожитель. Потому что вы находитесь в гражданском браке. Основное отличие сожителя от мужа в том, что сожитель вам ничего не должен. Да, сожитель, условно говоря, имеет права на ребёнка. На ребёнка. Это так. Но, не более того. То есть, получается, что вы не находитесь в официальных отношениях. А живёт и просто, что называется, по принципу ограниченной ответственности. Ну, человек ведёт себя так, показывая вам, что он, в общем-то, к большей ответственности. Вероятно, я не готов. Ну, вот. И... Вам будет задаться вопросом, а почему за два с половиной года у нас не получилось перевести отношения в официальный брак? А ребёнка при этом мы изучали. Понимаете? Какая штука. Это выдаёт в определённой степени вашу невнимательность к себе. Это выдаёт в определённой степени, может быть, проблематику личных границ у вас. Это выдаёт, например, проблематику страхов. Ваших страхов. Ваших тревог, например, по поводу того, что... Там, ну... Грубо говоря, вот... Ну... Человек может там вас, к примеру, допустим, бросить. Да? Ну... Гипотетически. 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 Может вот... Такое, например... Произойти может такое, например, вот случиться с вами. Да? Допустим. Ну, вот. Как бы. то... И... Соответственно... Вам в этой ситу... В этой ситуации... Достаточно тяжело. Что нормально в общем и целом. Поэтому, моя идея заключается в том, что, может быть, не так важно понять, что происходит с человеком, или что происходит между вами. Но гораздо важнее может быть, гораздо важнее понять, чего хотите вы. Может быть, гораздо важнее постараться определить, чего хочется именно вам лично. В этом аспекте. Понимаете? Какая штука. И соответственно, соответственно, на это и нужно, как мне кажется, в первую очередь, обратить ваше внимание. Вам обратить ваше внимание. Да? Надо было обратить внимание, чего вы хотите. Надо было обратить внимание, что вам нужно. Надо было обратить внимание, какие у вас ценности. Надо было обратить внимание, как вы видите отношения. к примеру, и так далее, а не тратят время на то, чтобы попытаться понять человека, пытаться понять, что нужно человеку. В конце концов, если вы, если вы так хотите, вот, понять своего сожителя, да, например, задать ему вопрос, но вы говорите, спрашиваю, ничего не хочу. А мужчина, как это видится мне, по крайней мере, да, мужчина, он, получается, занял такую вот позицию, максимально удобную и комфортную для него, ему удобно, ему хорошо, поэтому и отношения, в общем и целом, у вас стали тёплыми, потому что, ну, он выбрал для себя наиболее приятную форму взаимодействия с вами, он приходит только на чем раз, он, как бы, не на что больше, как бы, да, не претендует, и ничего больше он, как бы, не хочет. Вот. Знаете, какая штука? Не то, чтобы он прямо должен, да, не то, чтобы он прямо должен, не то, чтобы прямо кто-то вот его там заставлял. Но всё же, ваши интересы, кроме вас самих, защитить никто не сможет. Только вы можете свои интересы защищать. только вы можете это сделать, понимаете, как ажбук. и вот тот вопрос, который вам нужно себе задать. А как я защищаю свой интерес? Вот. Понимаете, да, в чём, как бы, ну, вот, в чём здесь момент? И если вы никак свои интересы не защищаете, например, то это вопрос, в первую очередь, про недоверие вам, что вы сами себе не доверяете, что вы сами к себе относитесь с некоторым вот таким, я бы сказал, подозрением. Понимаете? Какая штука? Вот. И в этом, как мне кажется, кроется одна из вот таких основных, если можно так выразиться, проблем. с некоторым, потому что практически всегда, практически всегда, человек, который не очень или не слишком сильно в себе доверяет, человек, который в себе сомневается, в себе сомневается, этот человек, как правило, пытается понять, ну, других людей. К сожалению. Понимаете? Понимаете? Вот. Какая штука. Вот. Вот вам и нужно на это обратить своё внимание. и решить, а чего я буду делать дальше. Например, если мужчина не изменится. Например, если человек не захочет вообще что-то менять в своей жизни. Если человек не захочет как-то по-другому себя вести. в своей жизни. Понимаете? Какая штука. Важно. В данном случае. Что вы будете делать в таком, ну вот, что вы будете делать в этом случае? Что вы будете делать в данном транспекте? Понимаете? Какая штука. У вас нет ответа на этот вопрос пока что. Это нормально. Вы сейчас, ну, как бы, ну, может быть, находитесь в состоянии такой вот, как бы, ну, тревоги. Да? Это вот состояние тревоги у вас. Я понимаю. Но это не особо чего меняет. Вот. Понимаете? Поэтому вот примерно, примерно так вы можете пытаться понять мужчину. вы можете пытаться гадать, как, как и что он думает, как и что и чего он хочет. Вот. Вы можете так делать? Конечно же. Да. Вот. А можете взять жизнь, вот, в, в, в свои руки. Понимаете? Вот. Можете начать управлять своей жизнью. Сами. И для, и для этого особо много усилий вам не нужно. Вот. Какой-то такой получился ответ вам. Да? Вот. Надеюсь, вам это было полезно. Надеюсь, вам это было интересно. Надеюсь, у меня получилось донести до вас вот эту вот, эм, да так скажем, эм, простую, эм, на мой взгляд, по крайней мере, эм, мысль о том, что не так важно, что сделает, что сделает, эм, человек, вот, другой человек, вот. Как важно то, чего хотите вы. Вот. Понимаете, да? Я вам желаю удачи. Я надеюсь, что, эм, ситуация, э, э, ситуация, э, э, самым лучшим образом, для вас разрешится. Вот. Э, э, я буду благодарен вам, эм, за обратную связь, э, по, моему ответу. Это, э, позволит вам начать, э, э, работу над собой, позволит вам начать, э, двигаться, ну, двигаться, так скажем, двигаться, да, вот, в сторону изменений, которых, которых вы, э, 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 ну, могли бы хотеть. Вот. Собственно, то, ради чего вы обратились сейчас за помощью и, э, как бы, ну, написали свой вопрос. Вот. Я желаю вам удачи, я желаю вам, э, всего самого доброго, э, и надеюсь, что все у вас будет хорошо. Вот. 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 Продолжение следует...